Так, это я тебе решил Станислав, значит, что происходит? У меня сейчас времени приблизительно 25 минут, 25 минут шестого, да, значит, что происходит? Значит, эти дни активизировались у меня в квартире прокуратуры и за стеной у депутат Шеклещёнок все операторы, эти фашисты с операторой. Бестыжие сволочи из прокуратуры там и местной думы, других слов у меня нет. Что происходит? Значит, если вы посмотрите, здесь на лбу, красные точки, и плюс оно идёт вот так вот воздействие. То есть это воздействие на лоб, на мозг непосредственно сверху. Ну, плюс сбоку, значит, Тесла я забирал сегодня с помощью приложения, достаточно условно, тем не менее, 250 микротесла, это большие цифры достаточно. Что ещё можно сказать? Плюс, ну, здесь видно чёткие красные пятна. То есть это тоже вот здесь, я показывал у меня фотографии брюстов, пятно от этого ожога поднималось, даже доходило до нижнего века, с обратной стороны был правопротив. Ну, и плюс, когда лупят по сердцу, они так периодически меняют, то вот здесь вот эти вот точки, это вот за ночь буквально образуется. Плюс сижу, то есть попадание с верхней части, всё это попадает, всё это на лице на коже фиксируется. То есть кожа уже не успевает восстанавливаться из-за такого интенсивного подрядового действия. Ну, вот видно под разными углами, что здесь вот красные такие пятна. То есть это всё сожжённая от этой аппаратуры кожа. Вот, значит, цинизм преступления в том, что это делают люди, которые должны защищать наши законы, охранять наши права и бороться с преступностью. А здесь получается так, что они сами преступники у нас, значит, сверху квартира номер 33 прокуратуры Севастопольской области в городе Туринск на улице Ленина, 52. За стеной квартира номер 47, там проживает депутат партии «Единая Россия» с села Люнтьевская, девищёнок Любовь Васильевна. Вот из этих квартир сейчас осуществляется преступное деяние, длится, для отца они уже 16 лет. Ну, последствия, на лице всё хорошо видно, на теле, на лице. Ну, такая вот ситуация в Туринске с прокуратурой, которая является, прямо у нас прокурорско-депутатская массия в Туринске. Вот этим они занимаются, вместо того, чтобы наводить порядок, законность. Ну, видимо, кто-то хочет замутить водичку в Туринске, помутнее, чтобы побольше поиметь что-то. Вот, крышу это всё, это прокуратура области. Прокуратура Туринска, точнее прокуратура Туринского района Севастопольской области. Прокуратура Туринска, Ершов, это его подчинённые. Такая вот, ну вот, всё, наверное, у меня. Такие вот они, сволочи. Ну, плюс ещё, благодаря тому, что аппаратура установлена и ежедневно осуществляется мониторинг нашей квартиры, что происходит. Садовы, в садах знают люди, когда мы дома, когда нас нет, там воруют у нас. Сегодня и сарайки у нас украли. Исчезла кровать металлическая, видимо, им на металлолом не хватает уже ресурсов. То есть, ну, уже опустились, прокуратура, прокурорская депутатская мафия уже опустилась до того, что воруют из сараек, из садов. Видимо, у них совсем тяжело, совсем стало. Ну, ещё 16 лет ресурсы заканчиваются какие-то, да? Ну, так вот. Значит, Ершов, Будько, Клещёнок, запомните эти фамилии, все те, у кого погибли мужья, сыновья, просто дети погибли, ушли раньше времени из жизни. Это вот благодаря такой аппаратуре. Я разобрался, что происходит, с помощью чего. Не всем это удалось, многие уже на кладбище. Вот так вот прокуратура и депутаты Единой России убивают население Российской Федерации. Я уже обращался в Следственный комитет и президенту Путина. Ну, ещё будем обращаться, ничего. Я хочу, чтобы эти фамилии вошли в историю России, криминальную. У меня всё, до свидания.